Судьба Евграфа Владимировича Давыдова обещала быть счастливой, но сложилась трагично. По началу его военная карьера складывалась удачно. За 10 лет службы статный гусар дослужился до звания полковника, принимал участие в битвах с Наполеоном, в частности в сражении под австерлицем. После окончания русско-французской войны был награжден инкрустированной бриллиантами с золотой шпагой с гравировкой за храбрость. В 1813 году Давыдов лишился левой ноги и правой руки ниже локтя. Бесчисленные государственные награды за доблесть вряд ли могли возместить ему увечья. Полковник ушел в отставку и удалился в имение Аксинина Тульской губернии, где и скончался на 48-м году жизни. Тем не менее, благодаря портрету Кипренского в памяти потомков Давыдов остался доблестным воином, знатным красавцем и любимцем женщин. Художник изобразил полковника в расслабленной позе. Тут стоит гордо подбоченившись, положив руку на офис саблей. Ярко-красный парадный мундир, оттороченный золотой бахромой и мехом, подчеркивает военную храбрость и смелость кусара. Давыдов выглядит благородным и мужественным. Вместе с тем, образ его не лишил некоторой одухотворенности, мечтательности и романтичности. Герой картины выгодно смотрится на полумрачном фоне, который Кипренский мастерски изобразил в излюбленных для него зеленовато-коричневых и бледно-желтых тонах. Субтитры создавал DimaTorzok